Новости на Дону Новости на Дону Я хотел бы выразить благодарность правительству Ростовской области, лично Василию Юрьевичу, за проект, который мы реализуем. На самом деле, единственный регион, первый, в котором произойдет кардинальная модернизация подвижного пригородного состава. И результат этой модернизации уже видят все наши пассажиры и голосуют за это, на самом деле, теми билетами, которые они приобретают на пригородные электрички. Пригородные электрички перевозят 8,5 миллионов пассажиров в год. На внутрироссийских маршрутах эта цифра в разы больше. В новом соглашении прописаны все направления сотрудничества. Уже началось строительство вторых путей для развития подходов к портам Азова-Черноморского бассейна. На перегонах Гашун-Зимовники, Маныч-Шаблеевская, Забытый-Поливянский, Развильная-Песченокопская появятся 60 километров новой железной дороги, рассказал Василий Голубев. Новое качество обслуживания не только пассажиров, но и наши юридические лица. Перевозка грузов, качественная работа, полное выполнение контрактов – все это заложено в нашем соглашении. Так что социально-экономические проекты на территории Ростовской области без этого соглашения, очевидно, будут двигаться медленнее. У нас как раз планы другие. Динамику не только сохранить, но и, наоборот, заметно прибавить. Еще один проект из КЖД – альтернативные перевозки в Платов. Поездом можно доехать до Новочеркасска и пересесть на автобус в аэропорт. В перспективе из Платова в Ростов и дальше в Краснодар и Адлер будет проложена современная магистраль для движения поездов со скоростью 400 километров в час. Добавлю, что осенью у Ростовской городской электрички появится 7 новых остановок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Азове, в областной спортивной школе Олимпийского резерва, в Белой Калитве, во дворце спорта, в шахтах, на стадионе «Шахтер». Региональные власти хотят вовлечь в занятия физкультурой и спортом как можно больше людей. Новые комплексы появятся в течение 7 лет. А чтобы успешные донские спортсмены не уезжали из региона, их нужно стимулировать материально. Комитет Заксобрания по молодежной политике рассмотрел в первом чтении законопроект о введении ежемесячной выплаты медалистам крупных соревнований. Речь идет о тех, кто постоянно живет и работает в Ростовской области. Сейчас на такую поддержку претендует 111 спортсменов и тренеров, в том числе и те, кто раньше входил в сборные СССР, СНГ и России. Говорит председатель комитета областного парламента по молодежной политике Екатерина Стенякина. Мы предлагаем в рамках нашего закона предусмотреть ежемесячную денежную выплату спортсменам, получившим золотые, серебряные, бронзовые медали на Олимпийских играх, Сурдо-Олимпийских играх, Пара-Олимпийских играх, а также на мировых чемпионатах по тем видам спорта, которые входят в программу Олимпийских, Пара-Олимпийских и Сурдо-Олимпийских игр. Размер планируемой ежемесячной выплаты пока неизвестен, его будет определять правительство, исходя из заслуг спортсмена или тренера. Гонбольный клуб Ростов-Дон встретил своего нового главного тренера. Накануне в Дон Медиа состоялась первая пресс-конференция Амбруса Мартина. Новый наставник ростовчан рассказал, что на первый сбор в Словении не поедет Анна Паула Родригес, которая восстанавливается после серьезной травмы в Лиге чемпионов, а также сейчас некоторые сложности испытывает Анна Седойкина. На их позиции тренер возьмет двух молодых игроков, а также и дальше будет просматривать молодежку, чтобы понять, кто готов помогать основе. Амбрус Мартин отметил, что планирует совмещать и дальше тренерскую работу в ростовском клубе и испанской сборной, потому что хочет выиграть Олимпиаду. Я благодарен клубу за то, что он мне дает возможность совмещать, как и в Дьере. Два года назад и в мужском, и в женском финалах четырех Лиги чемпионов играли тренеры, которые совмещают работу и в клубе, и в сборной. Поэтому здесь нет никаких рисков. Здесь есть риск только для меня и моей семьи, потому что время, которое я мог бы проводить с ними, я не проведу. Я буду в расположении сборной. В свою очередь гендиректор клуба Антон Ревенко рассказал, что это были самые сложные переговоры в его продолжительной гонбольной карьере. Когда стороны договаривались о переходе Амбруса в Ростов, клубу без тренера было очень непросто. Во всех переговорах, которые участвовал непосредственно сам Амбрус, интеллигентный, мягкий, добрый человек, они проходили вот в такой дружеской атмосфере. Где его не было, было чуть-чуть по-другому, было достаточно сложно. Но мы спортивный клуб. И мерило наших успехов. Это победы. Хочу поздравить Амбруса. Он победил и победил. Здесь проигравших нет. А президент клуба Александр Склябин на пресс-конференции приобрел уникальный абонемент болельщика на все игры будущего сезона. А это Кубок России, чемпионат и Лига чемпионов. Также он рассказал, что за первые полтора месяца продаж болельщики купили столько же абонементов, сколько в прошлом году к началу сезона. Напомню, конец июля и три дня августа донские красавицы проведут в Словении. Затем вторую декаду проведут во Франции. Здесь планируется провести три товарищеские игры. А начнут игровой сезон в Краснодаре уже 31 августа в битве за Суперкубок. Это были новости. ФМ на Дону. Телефон редакции 200 ровно 0849. Больше новостей на сайте don24.ru. С вами была Кристина Олешко. Категория 12+. И о маленькой погоде. В хуторе золотой, что в Морозовском районе Ростовской области ночью будет пасмурно, но без осадков. На термометре от плюс 20 до плюс 19 градусов. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.